Более 30 тонн овощей, именно столько в прошлом сезоне, вырастили в крестьянско-фермерском хозяйстве Оренбуржца Сергея Михайлова. Это помогло закрыть значительную часть потребностей областного центра в картофеле, моркови, свекле и луке. В году 2022 даже несмотря на сложности, к посевной в хозяйстве уже практически готовы. Семена поставщики обещают доставить без перебоев. Для покупки удобрений, которые значительно подорожали в последнее время, есть договоренность на поставки по льготной цене. В этом году увеличивается на 10-15 процентов, по крайней мере, наше хозяйство увеличивает посевные площадя. Но ввиду повышения цен мы не отказываемся от увеличения площадей, так и будем их сеять. И пусть тяжело, но сеять все равно мы их будем. Несмотря на то, что на овощную продукцию, на основную, даже как лук, в этом году была у нас самая низкая цена из всех овощей, представленных в борщевом наборе. Капуста, лук, морковь, свекла – вот тот самый пресловутый борщевой набор. И главная цель сейчас – в полной мере обеспечить область этими овощами, не допустив спекулятивного завышения цен. В предыдущем году видели, как был определенный всплеск именно на борщевой набор, который необходим для жителей не только нашего региона, а в целом жителей Российской Федерации. В региональном Минсельхозе ажиотаж на некоторые продукты питания, с которыми столкнулись Оренбургцы уже сейчас, называют искусственно созданным. Он влечет резкие колебания цен, например, на сахар и некоторые крупы в эти дни. Но перебоев овощей в грядущем сезоне не ожидается, подчеркивает Минсельхозе. Чтобы добиться в нынешней непростой ситуации высоких урожаев, разработан целый ряд программ – региональных и федеральных. Ваша продукция очень нужна. Мы готовы все еще раз посмотреть, рассмотреть, может быть, подумать еще какие-то виды, как вас поддержать. Причем у губернатора есть еще одно поручение нам. Он сказал, что по лизингу мы посмотрели, а может быть, давай еще посмотрим в плане переработки. Ведь многие каким-то образом сделаем лизинг в плане переработки. Многие из вас не попадают в сети, в том числе и федеральные, в том числе и что? Нет фасовки, нет первичной обработки и так далее. Может быть, даже пойдем на это. Пока этот вид поддержки на стадии разработки, уже сейчас в качестве важных мер помощи сельхозтоваропроизводителям, субсидий на компенсацию процентной ставки по льготным кредитам, лизинговые программы, а также поддержка потребительских кооперативов. Все это даже в ситуации с ростом цен на удобрения, некоторые виды посевного материала и обслуживания техники, поможет аграриям области не снизить урожайность в 2022 году. Анна Втюрина, Игорь Бероев, Новости дня.